Уже завтра в МВФ должны решить, выделять ли Украине долгожданный транш в 1 миллиард долларов. На эти деньги наши политики рассчитывают еще с зимы. Сначала кредит ждали после принятия госбюджета, потом к началу весны. Но вот возможно завтра эпопея с траншем наконец закончится. Впрочем, миллиарда долларов для Украины все-таки слишком мало. Только за ближайшие несколько лет, и это официальная оценка, нашей стране придется выплатить по внешнему долгу свыше 12 миллиардов долларов. Очевидно, что с такими обязательствами придется просить у МВФ новые займы. А вот дадут ли? Или Украине хватит своих ресурсов, чтобы расплатиться по многомиллиардным долгам? Этот вопрос мы задали Дмитрию Сологубу, заместителю главы Национального банка Украины. И вот что он ответил. Безусловно, достаточно большая сумма, и те же деньги от МВФ и других официальных доноров здесь играют достаточно большую роль. В частности, только от МВФ в этом году Украина может получить 5,5 миллиарда долларов, и еще чуть менее 4 в следующем году. Но помимо этого, важно понимать, что внешнее заимствование является ни одним источником валюты только. В частности, важны внешние инвестиции, прямые иностранные инвестиции. В частности, в прошлом году, пока можно сказать, ситуация была не самая благоприятная. А если посмотреть на наших соседей Восточной Европы, какие деньги они получали, то покрытие долгов, в размере которого мы назвали, не выглядит очень уж невероятным.